Бонжур, мои друзья! А вы снова попали на канал Адекватность ТВ. Ну и как вы догадались из моего приветствия, сегодня мы с вами будем обсуждать Францию. По традиции я начну с моей любимой рубрики «Минутка из истории». И я надеюсь, она вам тоже нравится, и вообще, почему я вела эту рубрику, потому что я человек, который очень любит историю, всякие, знаете, интересные фактики, и очень хочется с ними всегда делиться. Франция участвует в конкурсе с момента его основания с 1956 года. И выигрывала у нас Франция пять раз, что я считаю достойным результатом, однако такие высокие результаты у Франции были раньше, в 20 веке. Конечно, в данное время Франция не занимает каких-то прям высоких мест, и последнее её высокое место было в 2016 году. Это было шестое место, если вы помните, это был Амир. Моё им, кстати, очень нравится. И это было прям такое последнее их высокое место. Однако мне лично нравится, как выступает Франция. И вообще, я, в принципе, люблю французский язык. Мне очень нравится, как он звучит в песнях. Он очень красивый, такой мелодичный. И вот эти все французские, знаете, акцентики. Мне очень нравится французский язык. Была бы возможность, я бы его выучила, но... Мне бы, знаете, хотя бы английский бы сначала выучить. А так, французский язык для меня очень сложен в произношении и во всём таком. Но его интересно слушать. Также с 2000 года Франция входит в большую пятёрку стран. Ну, сначала это была большая четвёрка, поскольку Италия какое-то время бойкотировала конкурсы, не участвовала. И с 2011 года Франция, Италия, Испания, Германия, Великобритания стали большой пятёркой. И для тех, кто не знает, это значит, что они автоматически проходят финал, минуя полуфиналы. И вообще, напишите в комментариях, как вы к этому относитесь. Что вот эти пять стран проходят финал автоматически, и при этом они не борются с другими странами в полуфиналах. Францию в этом году представит 27-летняя певица и автор песен Барбара Прави. Я очень надеюсь, что я правильно произнесла её фамилию. Барбара у нас певица, автор песен. У неё есть два мини-альбома. В 2020 году она в соавторстве написала песню для детского Евровидения «Жима-жим», как раз вот для Валентины. И Франция победила на детском Евровидении в 2020 году, так что следующее детское Евро мы увидим именно в Париже. И в этом году наконец-то прошёл национальный отбор во Франции, где участвовали 12 заявок, и у нас выиграла Барбара. И после её выступления ставки букмекеров буквально повысились. Можете посмотреть статистику. После объявления Барбары Франция возвысилась у букмекеров. Так что мне очень интересно, что же Франция представит нам в этом году. Сейчас мы с вами послушаем и посмотрим выступление Барбары с национального отбора. Я так посмотрела, на официальном канале Евровидения ещё не загружено её выступление, но оно уже есть. Так что мы с вами сейчас посмотрим и оценим её песню, которая, кстати, называется «Вуаля». Послушаем. Знаю, что это песня на французском. Конечно, я ничего не пойму, но, тем не менее, французский язык красивый. Оценим. Послушаем. Итак, а мы начинаем. Вау, она очень красивая. Очень проникновенно она поёт. Вау, очень классно. Итак, я послушала песню Франции. Что могу сказать, мне понравилось? Ну, смотрите, из тех трёх стран, которые я послушала, мне только Албания пока что не зашла, а вот все две остальные мне понравились. Что я могу сказать? Барбара очень красива. Она в этой песне смотрелась, как по мне, очень стильно. У неё был очень хороший костюм. И вообще, она мне чем-то напомнила Эдит Пиап. Вот мне чем-то она её напомнила. И можно сказать, что песня, конечно, не танцевальная, это скорее баллада, но она очень проникновенно её исполняла. И эти её эмоции на лице, они были живые. Хоть я не знаю французского языка, но мне хотелось слушать и слушать. Мне очень нравится, как французский язык звучит в песне. Она очень красиво пела. У неё были живые искренние эмоции. У неё были такие глаза, которыми можно понять, о чём она поёт, даже не зная текст. Мне понравился, кстати, сам номер. Его можно использовать на Евровидении. Уже готовый номер. Для меня Франция реабилитировалась, конечно, после прошлого года. Мне понравилась Барбара, и мы её увидим сразу в финале. И что мне понравилось в её номере, это тени, это цвет и её конечная точка. В общем, меня она покорила. Она действительно меня покорила. И я хочу переслушать эту песню ещё раз. Вот я сейчас как раз после того, как сниму видео, я буду переслушивать. И мой вердикт мне понравился. Всем будем обсуждать это с вами в комментариях. И ставьте лайки, поддержите канал подпиской. Мне будет очень приятно. Лайк, подписка, комментарий — это всё, что требуется. Потому что уже начался февраль, и в феврале у нас будет очень много песен, которые вот уже скоро выйдут. И контента будет много. Поэтому оставайтесь, будет очень интересно с вами это всё обсуждать. Поэтому всем спасибо, всем пока!